Баян Отец, рассказывает Виктор Анатольевич, начал играть еще до войны на гармошке. А на фронте в минуты тишины какое развлечение. Большой подспорь, если есть хороший рассказчик или музыкант. Вот отсюда с этой деревни отец ушел на фронт. В 15 лет добровольцем. В общей сложности я служил 8 лет. Играл в ансамбле, играл на гармошке. А там научился играть на баяне. Был очень талантливый. У меня отец в этом плане. И очень классно, профессионально играл на баяне. Ну и мои ребята, когда он уходил домой, баяны отдали. На последующие годы баян стал не просто другом, кормильцем молодой семьи, которой обзавелся Анатолий Маркин. Вот он сюда приехал, отец. Привез с собой жену, меня, мне был год. Шинели баяны, больше у него ничего не было. Поэтому все свадьбы, все вечера, все-все-все было отыграно на этом баяне. Многих жителей тогда еще совсем юного города судьба приводила на завод. Так и Анатолий Маркин вошел в большой коллектив металлургов. Но про баян не забывал. А когда подросшему Вите, как мальчику талантливому, предложили бесплатно учиться в музыкальной школе, отправил сына постигать нотную грамоту. Правда, вскоре пришлось платить. Платить было нечем, и учеба на этом закончилась. Но через пару лет Маркин-младший возобновил занятия. Правда, снова ненадолго. Эта школа уже перерос. Я уже болел битлами, слушал ночами на 49-й станции. То есть, ну уже все. И мне эти полюшка-полю уже... Да я перерос уже. Я уже играл лучше, чем преподаватель. Поэтому отец под затыльник дал, сказал, ну ладно, я тебя доучу сам. И больше я уже не учил. Сегодня Виктор Анатольевич жалеет, что бросил музыкальную школу и рассуждает. Мало меня отец наказывал. Я про себя иногда думаю. Если бы ты учился, я бы играл в сто раз лучше. Но я же, конечно, жалею. Конечно, жалею, что я вот тогда бросил школу эту музыкальную. Жалею, что отец мало давал на этих под затыльников. Больше надо бы. И все же музыка вела по жизни Виктора Маркина. Постепенно его рукам подчинились многие инструменты. А Баян занял свое место среди музейных экспонатов в районном историко-культурном центре. Сегодня он безмолвствует. Но кажется, что душа его оживает, когда тот бывший талантливый мальчишка Витя Маркин начинает играть. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видное ТВ.